Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Микрофон Евгений Никифоров. Я представляю сегодня нашу гостью. Человека, которого я глубоко уважаю и люблю. Это Анна Витальевна Громова, председатель наблюдательного совета Фонда содействия Возрождения Традиции Милосердия и Благотворительности, а если я короче, Елизаветинское Сергиевское Просветительское Общество, помощника прихода, настоятель прихода Храма Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово, а еще, между прочим, кандидат исторических наук и руководитель Международного Научного Центра Благотворительности в Истории. Я специально записал, потому что длинные такие названия. Трудно выучить было бы даже, сказать, с лета так. Вместе с тем, ваша деятельность, наверное, такая же обширная, как и названия тех организаций, которые вы возглавляете. И они все как бы успешны. Вот уже десятый год проходит Елизаветинский крестный ход и наша передача преследует своей целью, в частности, пригласить как можно больше людей на этот Сергиевский ход, а наши слушательцы с радостью туда посещают Сергиевский ход, потому что он обычно очень радостный, красивый, совмещает много-много разных замечательных функций. Ну, во-первых, я хотел бы передать вам слово, приветствую вас в нашей студии, и чтобы мы начали как раз с этого. Вот десятый Елизаветинский крестный ход. Чем он характерен в этом году? Евгений, здравствуйте, дорогие братья и сестры. Приветствую вас в этот замечательный день. Мы еще все под впечатлением первого церковного праздника в новом церковном году, Рождества Пресвятой Богородицы. Всех поздравляю с началом нового нашего года. Всем желаю успехов, здоровья, помощи Божьей в трудах. А для нас особо знаменательный этот год, потому что в этом году у нас юбилейный, десятый Свято-Елизаветинский крестный ход. Вообще, это очень такая интересная идея, которая возникла при возобновлении приходской жизни в селе Усово, когда строился наш храм спасания рукотворного образа. Нам, конечно, хотелось, чтобы елизаветинские места посещались с как можно большим числом паломников. И изучая подробно жизнь в усадьбе, мы поняли, что в связи с тем, что Ильинский дом был холодным, деревянным дом в усадьбе Ильинская, то обычно в конце августа уже перебирались в теплый зимний дом в Усове, потому что там в 1892 году Сергей Александрович построил новый коттедж. Это, собственно, даже не был дворец, архитектор Родионов построил такой коттедж в английском стиле, но его отличала очень интересная особенность. У него была прекрасная застекленная оранжерея, которую очень любила Елизавета Федоровна. Она вообще обожала цветы. Вот здесь нужно напомнить нашим слушателям, что Елизаветинский крестный ход, Елизаветинский крестный ход, он посвящен 130-летию присоединению к православию Великой Княгине, Елизавета Федоровна, нашей всеобщей любимицы церковной. И кто 30-летний назначение великого князя Сергея Александровича московским генерал-губернатором. То есть мы говорим о царской семье. Да, конечно, мы говорим с вами об единственном в Подмосковье императорском имении Ильинское. Для нас это вообще имеет огромное значение, потому что вы же понимаете, что в Санкт-Петербурге большое количество загородных резиденций, хорошо нам известных, и Гачино, и Павловский, и Петергоф, и Царское село. Но мы гордо несем свое знамя единственной императорской усадьбы Ильинской под Москвой. Вот, потому что лично сам император Александр II в 1864 году подарил своей супруге это имение. Она его очень любила. Она сама среди многих предложений, когда они искали усадьбу, выбрала именно это место в Подмосковье. Оно ей очень сильно напоминало ее детство. Она выросла в местности Хейлигенберг, под Дармштадтом. Она была, так скажем, дальней родственницей Елизаветы Федоровны. Они обе были гессенские принцессы. Гессенские и преринские. Вот, то есть мама мужа, то есть ее свекровь Елизаветы Федоровны, она тоже была из Дармштадта, из земли Гессен. Вообще говорили, что именно гессенская земля и рождает императриц русских. Очень много из Германии было у нас, естественно. Так и получилось. Только одна земля Гессен дала нам Наталью Алексеевну, первую супругу цесаревича Павла Петровича, будущего императора Павла I, и супруга Александра II, императрица Мария Александровна, также гессенская принцесса, супруга государя императора Николая II, также гессенская принцесса Александра Федоровна, и великой княгиней Елизаветы Федоровны. Так что их у нас четверо в нашей истории, гессенских принцесс. Так вот, Елизавета Федоровна в это замечательное имение, которое принадлежало Марии Александровне, к сожалению, к тому времени уже скончавшееся, она умерла за год до своего супруга в 1980 году, говорят даже, что Александр II погиб от руки террориста, лишившись молитв своей благочестивой супруги, потому что Мария Александровна все восемь покушений, которые были на государя, она молилась о нем, она своей молитвой всегда его закрывала, всегда его покрывала, всегда способствовала его добрым делам, она вообще была его добрым ангелом, невзирая на все то, что происходило у них в личной жизни. Вот здесь нужно подчеркнуть, что это род был удивительно верующих людей, хотя они были протестантами, потом переходили в православие, конечно, когда присоединялись к православию, когда они присоединялись к императорской фамилии, но это люди были очень высокого, даже, сказал бы, мистического настроя, люди, которые воспринимали религию не как часть их протокола семейного, связанного с их положением в обществе, а очень лично. Да, конечно, потому что родоначальница гессенского рода Елизавета Тюрингенская или Елизавета Венгерская, которая жила в XII веке и прославилась делами милосердия, причем она умерла в юном возрасте, в общем-то ей еще не было и 30 лет, но буквально вот через десяток лет после своего ухода из жизни она уже была прославлена в лике святых, и ее память сугубо чтили в семье, потому что остались программки концертов, спектаклей, которые ставились в семье великого герцога Людвига IV, гессенского папы Елизаветы Федоровны, Александры Федоровны, и эти, собственно, свидетельства говорят нам о том, что память Елизаветы Тюрингенской, ее добрые дела очень хорошо знали в семье. И если мы до последнего времени говорили, что большое влияние после смерти матери, а Алиса Гессенская, мама Елизаветы Федоровны и дочь английской королевы, она умерла в раннем возрасте, оставив 14-летнюю Елизавету, и совсем еще маленькую, на 8 лет младше, Александра Федоровна, ну, читайте, 6-летнюю Александру Федоровну, оставила сиротами фактически, потому что отец вскоре женился. Ну, вернее, он женился чуть позже, так скажем, но в любом случае гораздо меньше проявлял внимания к своим детям, чем это было при их матери Алисе. И всегда говорила, что английская королева Виктория, их бабушка взяла на себя опеку об их воспитании и образовании, что они почти все время гостили у нее, но это не совсем так, особенно, что касается Елизаветы Федоровны. Огромное влияние на формирование характера и объема знаний, и традиций семьи оказала Елизавета Тюринген, Елизавета Прусская, это бабушка со стороны отца, которая была основательницей одних из первых общин деканис в Германии. И вообще, это очень интересная история. Мне недавно довелось сделать доклад в Калининграде. Как раз мы проводили большую конференцию, посвященную 300-летию провозглашения России империей. Нам впервые в этом году удалось сделать такой, я бы сказала, объемный, такой мощный научно-просветительский проект. Мы провели три конференции, как бы три сессии одной и той же конференции, посвященной 300-летию провозглашения России империи. Сначала в Калининграде, потом в Перми, потом в Казани. И рассматривались различные аспекты развития империи. Очень интересная получилась работа. В контексте нашей калининградской сессии как раз я рассказывала о немецких, и в том числе и кенигсбергских, то есть калининградских общинах деканис, и о том, какое влияние вот эта немецкая традиция оказала на ту структуру, которую в результате создала Елизавета Федоровна. Структура была абсолютно православной, но все-таки некоторые разумные принципы были позаимствованы. Да, само собой, потому что у нас не было в нашей церкви и в нашем государстве не было такой развернутой концепции благотворительности. У нас, ну, были вклады русских царей в Афонские монастыри, в Греческие монастыри, много пожертвований осуществлялось вот на таком церковном уровне. А то, что касается благотворительности, связанных с работой по улучшению жизни отдельных людей, частных людей, такого я, честно говоря, и не припомню. И вот именно вот эта традиция, которая в Германии была очень хорошо разработана, слава Богу, оформлена, институциализована даже, она была перенесена к нам в Россию и дала свои плоды. Причем очень, как бы, национально окрашены они получились. Вообще, конечно, идея Елизаветы Федоровны была в том, чтобы дать возможность реализоваться женщинам, которые не вступили в брак или оказались вдовами в раннем возрасте. Потому что, в основном, вот эта сложная доля сестры милосердия, да, крестовой сестры, это очень большая физическая и духовная нагрузка. Это и молитвенные труды, и труды по уходу за нуждающимся. Поэтому старались принимать и в общинной милосердии Красного Креста, и вот в такие сестричества все-таки женщин с 18 до 40. Потому что после 40 уже считалось, что силы не те. Вот. Но мы живем уже в другое время, и тем не менее, сейчас огромное количество людей, которые хотели бы внести свою лепту в доброе дело какое-то. Сейчас очень, как бы у кого-то не появились внуки, долго не появляются. Наша молодежь, к сожалению, не спешит жениться и заводить большие семьи. Поэтому многие женщины имеют силы и возможности для помощи ближнему. Поэтому сегодняшний наш крестный ход, который мы всячески сейчас будем рекламировать и дальше будем рекламировать, он для вас 60 плюс или 65 плюс. Ну, Евгений, не совсем так, потому что у нас на самом деле крестный ход очень радостный, веселый, и мы берем всех наших дорогих, которые приходят, и среди них огромное количество у нас бывает молодых семей. Вот это меня всегда поражает, потому что наши эти там 4-6 километров, как считать, с рекой или без реки, там, вот, люди проходят с колясками, с малыми детьми, обычно идут все с семьей. то есть у нас так очень радостно. вы умудряетесь, потому что у вас там даже сплав по речке. Да правильно. Мы же сплавляемся на плотах и по понтонному мосту. То есть по понтонному мосту запросто можно пройти с коляской и как угодно. Ну, я преувеличиваю, конечно, опасности, само собой. Просто это очень такое экстрадинарное событие. Не каждый раз все-таки мы на плотах куда-то справляемся и куда-то переправляемся и по речке ходим. И вот эти 5-6 километров, это неутомительно, тем более, что это с большими остановками, с молебнами, с чтением Евангелия в каких-то местах. Вот немножечко по маршруту. Чтение Макафиста, конечно. Вообще, мы, безусловно, рады тому, что мы можем уже нашим крестоходцам, нашим паломникам в этом году показать результаты нашей работы. Осенью работа уже окончательно будет завершена, но сейчас уже видны четкие совершенно очертания того, что предыдущий год прожит не зря и реставрация наших мемориальных зданий, зданий, которые связаны с благотворительной деятельностью Елизаветы Федоровны, значительно продвинулась и мы предполагаем уже здание родильного приюта, построенного для крестьян в 1892 году великим князем Сергеем Александровичем, здание лазарета, которое опекала Елизавета Федоровна лазарета для увечных воинов русско-японской войны в Ильгинском, здание школы императрицы Марии Александровны Вусова, все эти здания уже сейчас приобрели веселый, такой бодрый вид, особенно это касается родильного приюта, который стоял со сгнившими венцами, покосившийся, и мы, честно говоря, не надеялись, что нам удастся и найдутся добрые люди, нашлись благотворители, Андрей Бокарев дал нам денег на то, чтобы мы смогли, не разбирая это здание по бревнышкам, тем не менее, сменить венцы и его полностью реставрировать. Норвежская система лифтинга была применена, это было очень красиво, когда весь наш родильный приют был поднят над землей, висел в воздухе, как такой воздушный корабль, вот, и вот сейчас он уже приплыл к своим берегам, так что венцы поменяли, он прочно стоит уже на своем фундаменте, вот, блестает уже застекленными окнами. Не просто путешествие к руинам, от руина к руина, уже что-то такое оформляется вполне. Нет, это чудесно, это уже практически напоминает путешествие по музейному кластеру от музея к музею. Осталось только наполнить экспонатами, наполнить оборудованием, которое у нас уже готово, потому что мы предварительно провели, благодаря поддержке Министерства культуры Российской Федерации, лично Аллы Юрьевны Маниловой, Наталье Васильевне Чечель, которые всячески поддерживали это начинание, мы провели выставку, вот, допустим, когда мы готовили экспозицию в лазарете, мы уже набирали экспонаты, мы уже начитывали материал, готовили архивные документы, провели в Знаменском Губайлово, мы в Красногорске очень хорошую выставку, посвященную Красному Кресту. Сейчас в Усово у нас идет продолжение этой выставки, которая была в Знаменском Губайлово, тоже августейшие владельцы Ильинского и Красный Крест. У нас сейчас идет потрясающая выставка врачевателя Души Телес. Она посвящена врачам и духовникам общин Милосердия под покровительством Елизаветы Федоровны. Это и Елизаветинская община в Санкт-Петербурге, Иверская в Москве, Марфа-Маринская обитель. Эта выставка посвящена 150-летию со дня рождения Митрофана Сребрянского, священника, который был духовником Марфа-Маринской обитель Милосердия и был потом прославлен как священный исповедник Сергий. А где вы нашли изобразительный ряд для этого всего? Да мы не только изобразительный нашли. Мы представляете, чудесным образом, благодаря замечательной матушке Игумене Свято-Екатерининского монастыря в Твери, мы получили просто удивительные вещи, артефакты, личные вещи Митрофана Сребрянского. Это вот подарки его духовных чат, это его автографы, это его книги, его эпитрахиль, его дневник священника русско-японской войны, знаменитая его книжка, которую он издал, крест, который подарила ему Лизаэта Федоровна мемориальный, это иконочка Анны Кашинской, которую она привезла из своего паломничества, когда она участвовала в прославлении Анны Кашинской, она внимательной, такой была удивительной, внимательной и любящей душой, она привезла своему духовнику, их наставнику, Марфа-Маринскому, привезла эту иконочку, благословила. Если можно, пару слов об этом замечательном человеке. Ой, Митрофанин Сребрянский, это вообще удивительная совершенно личность, он, Лизаэта Федоровна, с ним познакомилась, поскольку она была шефом Черниговского полка, а Черниговский полк, Глеб Гвардейский, квартировал в Орле, и вот он был полковым священником, она услышала его проповеди, она неоднократно бывала на службах, которые он вел в Орле, и она поняла, что именно этот человек, нужен для того, чтобы формировать православные основы и укреплять крестовых сестер. Они с матушкой жили в белом браке, что тоже для Лизаэта Федоровна было важно, потому что это было одно из условий, и она стала отцами Трофани, который, она его знала еще во время русско-японской войны, он был совершенно доблестным, доблестным, храбрым, он смог оказать помощь, духовную поддержку не только черниговцам, но и многим-многим солдатам и офицерам, которые были рядом с ними, и вообще меня совершенно умилило, Марфа-Маринская обитель великодушно предоставила нам также часть экспонатов из своего собрания, и среди них оказался личный самовар Митрофана и Стребрянского, когда сверху так крышечку снимаешь, а внутри крышечки написано, что полкового священника Митрофана Стребрянского, да, чтобы никто не утащил, да, а он пишет в своих дневниках, что да я бы этот самовар и не таскал бы с собой на передовой, но как нужно солдатику после боя излить душу, а ведь он голодный, ведь он, ему зябка, он замерз, я, говорит, вот растоплю самоварчик, сахарку-то наколю, и вот мы посидим с ним, попьем чаю, и вот такая исповедь, да, душевная, вот, и за все эти прекрасные качества, за твердую веру, за сострадательное сердце, за такую последовательность, совершенно непоколебимую, в православии Елизавета Федоровна очень просила, очень его уважала и очень просила поехать в обитель, но чада не пускали его из Орла, не выпускали, он собирался ехать в Москву несколько раз, он даже садился в поезд, и чада запруживали полностью Орловский вокзал, так что поезд не мог двинуться по рельсам, вот такая была вот история, и когда он, увидев вот такую любовь и такое нежелание Орловчана его отпускать, он Елизавета Федоровна не отказал, он сказал, нет, я не, и что вы думаете, у него отнялась правая рука, и он с ужасом, что он не сможет служить, и лоб перекрестить не сможет, он стал молить Господа, чтобы Господь указал ему, за что же такое наказание-то, и ему было явлено, что нужно принимать предложение великой княгини. — Праздник, как небо близко этой семье, это, подумайте, как это важно, быть узнанным сердцем этой святой души Елизаветы Федоровны, то есть уже быть узнанным и признанным этим человеком, это было свидетельством, уже тогда, мне кажется, было свидетельством святости, ее поступков. — Вообще у нас удивительные, уникальные, мы познакомились практически с семьями всех докторов, главных врачей, лечащих наших общин сестер милосердия под покровительством Елизаветы Федоровны, представляете, и семьи так любезно откликнулись на нашу просьбу об экспонатах, о каких-то артефактах, памятных вещах, особенно мы были потрясены откликом семьи Олексинских, вот, один из наследников, Федор, он тоже врач, врач скорой помощи, реаниматолог, он привез нам семейные альбомы, он привез совершенно потрясающую реликвию, иконочку, которые благословляли Олексинского, главного врача Иверской общины сестер милосердия во время его венчания, и так далее. И самое потрясающее, что когда мы стали изучать дальше всю эту историю, мы поняли, что Олексинский это тот самый доктор, который стоял у постели умирающего Врангеля, он был лечащим врачом Врангеля, все в подробностях знал про обстоятельства его гибели, но самая большая фантастика, что на его сестре Олексинского был женат Розанов, знаменитый хирург, который оперировал Ленина и Сталина, именем которого еще и сейчас названо множество бывших советских учреждений медицинских, вообще самый известный хирург. Вот представьте себе, две веточки одного и того же дерева, и вот какие мы необыкновенные русские. Русские вообще, вот это дерево нашей русскости, которое, казалось бы, уже смоковница иссовшая, и уже не дающая плодов, вдруг, а внутри есть токи, и они оставались даже в советское время, поразительные вещи. Вот русскую даже, и вот вы сейчас рассказывали, я подумал, господи, это вот эти годы, когда захоронение Евангелия уничтожали, сажали в тюрьму, когда просто сжигали книги, сжигали икону, уничтожали, и вдруг, оказывается, какое громадное количество людей сохраняло, как святыньку, вещи, не имеющие ценности физической. То есть, их нельзя было в ломбард заложить, или там как-то, но люди хоронили, как святыньку, через все эти годы. Иногда, если бы узнали, что это за святыня, могли бы и в лагерь посадить, и уничтожить человека, и сколько всего сохранилось. Вот эта маленькая иконочка, благословенная на бракосочетание Олексинского, она с оборота вся ободрана. То есть, просто острым, чем-то острым предметом затерли кому, в честь чего и когда. Да, просто. И я очень рада тому, что мы уговорили наших участников выставки продлить, да, они дали нам разрешение на продление выставки, и наши крестоходцы, наши паломники смогут посетить. Где она находится? В просветительском центре Усова-Спасской у нас, да, то есть, можно будет посетить эту выставку. У нас будут вообще замечательные, после крестного хода будут замечательные мероприятия. У нас впервые пройдет благотворительная акция «Белый цветок», будет большой благотворительный базар, у нас приедут монастыри, которые привезут свои книги, свои иконы. Вот, у нас будет прекрасный музыкальный концерт «Музыка рядом с домом», да, будут выступать наши вокалисты консерваторские. У нас будет играть военный оркестр, у нас потрясающая полевая кухня. Вот, уже вот сейчас там наши повара озабочены, мы ходим, снимаем пробу со всяких вкусных вещей, так что, я думаю, что порадует и трапеза, порадует и культурная программа, и все предусмотрено. Многих смущает, что праздник крестовоздвижения, можно будет, мы чуть-чуть передвинули всеночное бдение, у нас оно начнется в 18, и после окончания всеночного бдения будут автобусы, которые желающих паломников могут доставить на метро молодежное, павшино, там, и так далее, то есть до ближайшего метро. Так что, если кто-то переживает, что он не попадет на всеночную, то это не так. На всеночную можно будет, всеночную можно будет в ней принять участие в нашем храме. Вот для тех паломников, которые устанут, автобусы уйдут раньше, в 18 часов. Потому что мы вернемся где-то около трех уже на территорию храма спасно-нерукотворного образа, потому что из Ильинского все-таки, ну, идти на и количество, да, если мы в 12 часов, в 12.30 крестный ход выйдет, вот где-то к трем мы подойдем, пока прочитаем молитвы святой преподобной мученицы Елизавете, сестре крестовой Варваре, вот, пока там пресс-подход, пока открытие белого цветка, вот, и все смогут целых три часа с радостью и удовольствием провести на территории храма, думая, что все можно успеть за это время. Вот давайте с начала, мы начнем уже с конца, со встречного снабдения, а давайте с самого начала, вот это же происходить будет все 26 сентября, во-первых, как мы доезжаем до Ильинского Усова? Ну, мы доезжаем вообще любыми способами, во-первых, есть электричка, с которой вы прекрасно знакомы, она идет от Белорусской, вот, там около 35 минут, и вы уже в Усово, идет она практически каждый час, потом 8 часов автобусы заберут от метро Молодежный, от метро Павшина, там как-то и будто будет обозначено, да, они на Ветровом и на заднем стекле будет написано 10-й Елизаветинский крестный ход. Бесплатно? Бесплатно, конечно же, вот, все, кто приедет на собственном транспорте, могут транспорт оставить чуть-чуть, не доезжая с Пасского храма, но у нас есть деловой центр, и там будут стоять волонтеры, будут указатели, можно оставить машину прямо до конца мероприятия, потому что нас перевозить в Ильинское из Усова после окончания Божественной Литургии будут спецавтобусы, потому что возле Ильинского храма парковаться негде, и даже не надо вот суетиться, сразу со всеми грузитесь в автобусы, и автобусы нас довезут до Ильинского, и потом мы уже крестным ходом возвращаемся в Усово. Что касается самого начала мероприятия, то хочу сказать, что у нас уже в 9 встречи митрополита, митрополита Одинцовского и Красногорского, Фомы, и, собственно, в 9.30 начало Божественной Литургии по возможности братья и сестры, если сможете, исповедуйтесь накануне в своем храме, потому что может быть разная погода, и все священники могут не поместиться с исповедниками в храме внутри, там, конечно, у нас будут палатки, там будут огромные, огромные и прекрасные возможности спрятаться от дождя, но все равно, вот, если есть возможность, исповедуйтесь накануне на вечернем на сегодняшнем денье. об этом спросить, потому что все-таки если в прошлые годы эти дни были как раз очень солнечными и приятными во всех отношениях для прогулки, сейчас, хотя и не будет и не обещает прогноз слишком большого мороза или там дождя откровенного, ну, что-то капать-то будет с неба, безусловно, будет довольно-таки ну, не то, что дождливое, но, во всяком случае, что-то можно ожидать, а люди же-то приедут с колясками иногда, с детьми и так далее, то есть можно смело брать деток, потому что ездить, где будет укрыться? Да, да, укрыться от дождя у нас благодаря помощи Одинцовской администрации мы имеем возможность практически все пространство нашего церковного двора мы застроили палатками, то есть у нас там не промокнешь, да, не промокнешь и можно в конце концов просто в храм зайти, у нас нижний храм, есть возможность в нижнем храме на хоры можно подняться, я думаю, что божественная литургия будет происходить в храме, возможно даже, что все паломники и поместятся, но снаружи будут экраны, на которых будет трансляция, так что, в общем, выбор будет. Ну, во всяком случае, вот крестный ход это такое радостное для православных событий, потому что это тогда, когда мы выходим из храма и имеем возможность общения с друг другом, когда мы можем вместе помолиться вот так вот не столько лишь за литургией, но пропеть вместе Акафист, да, послушать вместе Евангелие, просто пройтись и поговорить друг с дружкой, познакомиться, в конечном случае, многие знакомятся, приобрести даже в каком-то уже зрелом возрасте друзей, подружек себе, это крайне чудесная возможность православного общения. Если возможно немножечко поподробнее о том, что еще будет, какие мероприятия будут проходить там и по времени давайте просто посмотрим. Вот, значит, так, у нас... Ну, мы в 15 возвращаемся в Усово, вот, и в 15-30 уже открывается акция «Белый цветок», и, собственно говоря, можно будет внести свою лепту в пользу шести семей, три семьи у нас от Одинцовского района, три семьи от Красногорского, шести нуждающимся многодетным семьям. Вот, поэтому я думаю, что большой интерес вызовут и поделки детей, потому что весь Одинцовский район, по крайней мере, все детки принесут какие-то свои белые цветочки и поделочки, и будут участвовать как волонтеры в этом мероприятии, потому что во всех школах прошли уроки милосердия, детки услышали от своих педагогов и от волонтеров, которые приходили в классы рассказ о традиции проведения белого цветка в России, о вкладе великой княгини Елизаветы Федоровны, императрицы Александры Федоровны в это движение. Но они уже десять лет же участвуют в этом, это уже не внове, это не впервые они слышат все. Уже готовятся, я думаю, заранее. Я так не знаю, потому что мне кажется, что у нас вот в Одинцовском районе вообще акция «Белый цветок» впервые проходит. У нас как-то так все это идет как впервые. Я думаю, что скорее всего нет. Может быть, во время пандемии какие-то интернет-сборы благотворительных средств происходили, но, по крайней мере, мы готовимся очень всерьез, и многие слышат об этой акции первый раз, и о лиге борьбы с чахоткой, и о традициях цветочных сборов в России. Поэтому мы приготовили много очень интересных брошюр, которые мы изготовили еще к первому к пермскому белому цветку, потому что мы, в общем, участвуем в регионах широко и в Курске, и в Орле, и в Крыму, и в Перми, и в Екатеринбурге, Алапаевске, и сейчас в Казани вот будем в ноябре проводить белый цветок. Конечно, праздник белого цветка всегда очень радостный и красиво, он больше, безусловно, весенний, но вот в силу разных обстоятельств некоторые регионы и в осень ушли в этом году, но я думаю, что от того, что будет идти дождичек, и будет прохладно, мы получим не меньшее удовольствие от того, что мы сможем внести свою лепту в это доброе дело, и вообще, когда... А оно же инициатором была же царская семья, насколько я знаю, да? Да, в 1911 году по указу Николая Второго Россия присоединилась к Всемирной лиге борьбы с туберкулезом, и Александра Федоровна сама подала пример на Ялтинском Малу. Несколько раз в 12-м году устраивали благотворительные ярмарки, царские дети сами готовили поделки своими руками, цветочки... Вот откуда эта знаменитая фотография, где они с большими такими белыми цветками стоят. С жезлами такими, да? Этот жезл имел тоже смысл, потому что это такая палка, на которую надевался щит, а в щит вдевалось много-много цветочков белых, или свежих, или сделанных, и когда благотворитель приходил и опускал свою лепту, запечатанную кружку, то царские дети снимали этот белый цветочек и прикрепляли к лацкану пиджака дарителя. Вот, так что это замечательная традиция, она вообще очень интересная, как-нибудь отдельно нам надо поговорить, Евгения, на тему благотворительных сборов, потому что цветки были не только белыми, были сборы, допустим, Елизавета Маврикиевна, супруга великого князя, Константина Константиновича, великой княгиня, она была основательницей общества Синего Креста в пользу бедных и больных детей, и вот она проводила благотворительные сборы синего цветка. Елизавета Федоровна и Сергей Исанович проводили цветочные праздники в Москве благотворительные, с выездом прекрасных, украшенных цветами экипажей, это на ипподроме все происходило, с шоковыми флагами. А для Радонежа какого цвета цветок вы выдавили, чтобы провести сбор для Радонежа? Я думаю, цвет преподобного Сергия, зеленые цветы будем предлагать, но на самом деле были дни сбора, дни колоса ржи, Елизавета Федоровна даже завела такой новый сбор табачного дубового листка, вот это называлось, это были сборы на табак воинам на передовых позициях. Да, вот так. И Александр Третий еще во время русско-турецкой войны Марии Федоровны писал, что вот какая ты молодец, что шлешь нам всем посылки, но вот ты все-таки табачку-то побольше клади. Вот Елизавета Федоровна, вспоминая эти слова, она же в первые месяцы Великой войны, уже осенью 14-го года, она предприняла инспекционную поездку на Западный фронт, и, конечно, она объехала очень много пунктов на передовых позициях, и очень четко себя представляла, в чем нуждаются солдаты, и какие проблемы на фронте. Она с докладом приехала сразу потом к государю императору Николаю II с Александрой Федоровной поделилась своими наблюдениями и впечатлениями от этой инспекционной поездки. В общем, все это было не случайно, это было все вызвано насущными нуждами людей, и бедные, и больные дети, и была акция сбора капля молока, когда собирали на создание детских кухонь, и не зря же Александра Федоровна на первые вот эти вот собранные на белом цветке деньги, они на своей земле в Массандрии вместе с государем Николаем II построили один туберкулезный санаторий. Ух ты, ничего себе, это сбор был. Да, а второй для реабилитации воинов морского флота. То есть, это вот совершенно реально собранные деньги. южный берег Крыма и тогда, видимо, был пристанищем. Не для самых бедных людей и там были усадьбы знаменитых и богатых людей. Я думаю, что мы тоже соберем и будем радоваться вместе с родителями этих деток, которым мы пожертвуем и будем радоваться общению друг с другом, будем радоваться молитве и тому, что Господь нас сподобляет вот таким чудесным образом возрождать эту усадьбу, несмотря на то, что, к сожалению, дворец Елизаветы Федоровны снесен был осенью прошлого года. Это трагически, то есть не все удалось отстоять. Ну, вы знаете, вот мы живем в эпоху капитализма, мы об этом не должны забывать, частная собственность неприкосновенна, поэтому вот частный собственник может делать, ну, другое дело, что хочет на своей земле, но дело-то в том, что мы должны не допустить, чтобы национальное достояние попадало, становилось, попадало в категорию частной собственности. Но, тем не менее, Господь милостив к нам, и вот эти прекрасные два мемориальных здания, которые уже отреставрированы, в которых будут музей материнства и младенчества, музей Красного Креста и августейших владельцев имения, музей школы и детства, он расскажет и о народном образовании в России, и о родовспоможении, о демографических проблемах в России, да, и там, о повивальных институтах, множество интересных тем, и о помощи раненым, больным и нуждающимся, о других функциях Красного Креста, таких как МЧС, помощи во время наводнений, пожаров, эпидемий и так далее. То есть, это все очень интересные темы, у нас потрясающие, просто совершенно, я сама с увлечением просто изучаю пожарное оборудование, которое у нас среди экспонатов, да, и более того, мы нашли чулочно-вязальную машину, аналог той машины, которую дарила Елизаветы Федоровны воинам при выписке. А это что такое? Ой, это страшно интересная штука, мы будем делать мастер-классы обязательно с ней, это такая круглая небольшая штучка, в которую вдеваешь ниточки, там есть крючочки, и крутишь за ручку, а машина сама вяжет чулок. Потрясающе. Да, любая нитка подходит, черстяная, да, всякая, и представляете, а мы, когда были в Казани на чтениях, мы познакомились с правнучкой Михаила Волкова, это воин, инвалид русско-японской войны, который лечился в Ильинском лазарете, Елизавета Федоровна ему подарила при выписке чулочно-вязальную машину, и семья, добрым словом, Елизавета Федоровна каждый день поминала, потому что на протяжении многих десятилетий односельчане несли шерстьем, и семья зарабатывала вязкой этих носок, чулок, вот, и они ее продали только, по-моему, во время кризиса, то ли в 90-е годы, уже вот совсем. Вообще все эти учреждения Елизавета Федоровна... Но нашлись, кто купил эту машину-то? Ну, нет, конечно, мы сами нашли аналог, мы нашли такую же машину, просто одну, правда, из Канады пытались выкупить, это отдельная была история, просто детективная. Вот, но самое интересное, что, все эти учреждения, представляете, школа императрицы Марии Александровны обучала детей еще фактически вот два года назад, пока не лопнули коммуникации окончательно. Вот, а в родильном приюте рожали до 1968 года, то есть практически все местные жители родились в родильном приюте Сергея Александровича. А, кстати, это будет исключительно музифицированное учреждение, или все-таки там будет продолжаться медицинские какие-то услуги. Нет, это будет исключительно музей, потому что, к сожалению, мемориальные здания, они не приспособлены для длительного пребывания людей. То есть там нельзя сделать стационар, или вот почему школу перевели в Барвиху, потому что детям нельзя было находиться вот в условиях этого здания, оно просто по СНИПам уже, ну, просто не подходит для длительного пребывания людей, особенно детей. То есть прийти, прийти просто экскурсии можно, прийти и уйти, да, с соблюдением всех правил, а вот для других целей, в общем-то, не приспособлены. Поэтому, ну, мы-то рады, мы-то будем делать музеи. А я так к тому, что не особенно люблю музеи, когда они вот такой замороженный имеют вид. Все-таки музей должен делиться чем-то, вот накопленным знанием, накопленной красотой. Эта красота должна как-то дальше идти в люди. Вот эта, вот эта чулочная машина, например, меня очень порадовала. Какая скука! Там будет такое веселье, каруселье, там будет все, что угодно. У нас огромное количество всяких викторин, таких интерактивных, всяких интересных мастер-классов. У нас везде предусмотрены аудитории для детей, для отдыха наших пенсионеров местных. Вот, у нас, ну, просто огромное количество еще помимо знаний, еще всяких прикладных вещей, которые можно делать в этих музеях. То есть, к вам можно не только вот раз в год приехать на крестный ход и там поучаствовать, а еще и в течение года можно приезжать каким-то образом в эти музеи. В конце этого года, в начале следующего, когда будут окончательно уже сданы музеи, определится их музейная принадлежность, скорее всего, это будет Звенигородский музей, вот, это будут филиалы Звенигородского музея, вот, и тогда, конечно, они будут посещаться, более того, учитывая близость Архангельского, учитывая близость Звенигорода, Савино-Сторожевского монастыря. Это совершенно Новый Иерусалим у нас рядом. Я вообще считаю, что нужно строить гостиницы и принимать гостей, ничтожество, меня же все два и три дня и неделю, нам и неделю есть что показывать. Поэтому вот этот кластер в Усово-Ильинском музейный, он будет посещаться обязательно, он вызовет огромный интерес, потому что вообще, когда на одной небольшой территории в шаговой доступности три разноплановых, разнотемных музея, это всегда очень замечательно, потому что люди устают от одной и той же темы, а когда темы разные, интересные, то я считаю, что никто не пройдет мимо и каждый захочет приехать с семьей, с детьми не только на окрестный ход, но и в будущем в такой музейный комплекс Усово-Ильинское. Сейчас все переходит, ну, с пандемией, конечно, многое переходит в виртуально, в интернет. У вас есть ли сайты, на которых можно предварительно хотя бы познакомиться с этим? Ну, мы предполагаем, у нас есть, конечно, сайт, ЕСПО-фонд, на котором мы освещаем ход ремонтных работ, подготовку, ЕСПО, да. ЕСПО-фонд, да? Да. Вот, и, собственно говоря, много информации уже есть, но когда будут музеи, то, соответственно, уже будет виртуальная экскурсия по музею, будут новости музея, будут анонсы просветительских мероприятий, которые будут проводиться в музеях и так далее. Ну, кто не успел записать, можно зайти на сайт Радони же, у нас там в анонсах большой анонс всех мероприятий с подробным расписанием графика посещения крестным ходом тех или иных мест, событий и так далее, на радонеж.ру там есть вот эта вот вся информация по 10-му Елизаветинскому крестному ходу. Ну, я думаю, что мы так завели уже нашу аудиторию, что имеет смысл, а это же только мы, толика того, что можно рассказать, то, что можно будет там увидеть. Кстати, я еще хотел вот такие практические вещи узнать. Так как люди надолго-то, практически на целый день отправятся туда. Молитва, понятно, сплав на плотах, я, правда, утрирую, но вместе с тем такое мероприятие очень экзотическое. Тоже будет, но люди проголодаются, там перекусить-то будете? Да, но у нас, во-первых, будет работать чайная станция после божественной литургии, если кому-то нужно будет перекусить, можно будет там съесть пирожок, там попить чайку, кофе выпить, а в 15 часов уже будут полевые кухни с полным обедом, и, собственно говоря, там и котлетка будет, и мясная, и рыбная, и каша, и каша с грибами, и там меню прекрасное, и с луком, и морковью, и, в общем, совсем, и самое главное, потрясающе вкусные, вкусные пироги, да, ватрушки с маком и творогом, и вишневые пироги, ну, в общем, это все будет бесплатно, бесплатно будет чай, будет горячий напиток, меню, просто надо поехать, перекусить, поехать к вам туда, чтобы на свежем воздухе перекусить в этой, во всей красоте, и пообщаться с чудесными людьми. У нас будет прекрасная раздатка, нам пермики нашли прекрасных паломнических сумок, непромокаемых из джинсовой материи, мы заказали иконочки Елизаветы, сестры Крестовой Варвары, так что еще будут маленькие подарки для наших паломников, будет много книжек, много лифлетов, буклетов, всяких на выставках, у нас тоже бесплатная раздатка просветительской литературы, поэтому приходите, мне кажется, будет и для души, и для тела, такая большая воскресная радость от Елизаветы Федоровны, потому что действительно вздохнуть полной грудью в это пандемическое время, побыть на улице, на свежем воздухе с детьми, это замечательно, вот, и помолиться, посетить те места, которые любила Елизавета Федоровна, Мария Александровна, государь императора Александра II, великий князь Сергей Александрович, вот, это для нас все очень важно, потому что соединить связь времен, соединить нашу историю, и дать почувствовать нашим детям, что история российская, она огромная, полная трудностей, побед, полная удивительных историй, да, природа наша прекрасная, и это еще и еще раз... изумительных людей, неперерывная череда изумительных людей, которые притягивают эти места. Да, но единственное, о чем вас прошу, надевайте хорошую обувь, непромокаемую, потому что заливной луг от бесконечного дождя, который неделю уже идет, чуточку раскис, вот, поэтому нужно обязательно какую-то обувь, непромокаемую надевать. Мы будем раздавать дождевики, так что в случае чего вот плечики будет чем прикрыть, а вот ножки, чтобы не промочить. Ой, ну что ж, дорогие мои друзья, не промочите ножки, но я думаю, что очень многие соберутся, конечно же, и рискнут поехать туда, в Усово. Еще раз, когда и каким образом мы туда едем? Да, мы едем туда на электричке до станции Усово от Белорусской. Мы едем туда, кто может своим транспортом будет где запарковать. Мы едем автобусами от метро Павшина и от метро Молодежный от первого вагона. Садимся в автобусы бесплатные, которые имеют на ветровом и на заднем стекле надпись «10-й Елизаветинский крестный ход». И, в общем-то, маршрутки идут от Кунцева и так далее. Там огромное количество транспорта. Но сейчас достаточно просто в интернете полюбопытствовать, как добраться до Усова – это самые разные способы. – Поэтому заходите на сайт Елизаветинского Сергиевского простительского общества. Как он еще раз называется, сайт? ЕСПО? – Да, ЕСПО-фонд. – ЕСПО-фонд. – Усова или второй сайт, где можно получить информацию «Усова храм РФ». – Ну, значит, давайте так, много мы не будем называть. На все эти сайты можно зайти с нашего радонежского сайта, заходите на радонеж.ру, там вы увидите всю информацию о Крестном ходе, и дальше там уже по ссылочкам перейдете на эти замечательные сайты, которые только будут развиваться. Анна Витальевна, я как будто бы уже прошел уже прошел эти шесть часов или пять часов, которые будут продолжаться в ваш Крестный ход. Итак, мы говорили сегодня о десятом Елизаветинском Крестном ходе, который в этом году приурочен к 130-летию присоединения к православию Великой Княгине Елизаветы Федоровны и к 130-летию назначения Великого Князя Сергея Саныча московским генерал-губернатором. Все это будет проходить в Усово, в Усово-Ильинском. Об этом рассказывала Анна Витальевна Громова, председатель наблюдательного совета Фонда Содействия Возрождения Традиции Милосердия Благотворительности и Радио-Ильинско-Сергиевского Просвидетельского Общества и помощник настоятеля прихода храма Спасы Нью Рукотворного Образа в селе Усово, руководитель Международного Научного Центра Благотворительности в Истории и сегодня я просто меня захватила эта сама история по благотворительности, но это отдельно мы, наверное, сделаем передачу по истории благотворительности, потому что для христиан благотворительность это не чисто экономическая деятельность, это часть нашей веры, часть проявления нашей церковной жизни. И еще раз повторяю, что кандидаты исторических наук присоединились на Благодарю Совета Елизавета Северского Просвидетского Общества. Всем желаю доброго времяпровождения в это воскресенье 26 сентября. Что ж, отправляйтесь с Богом. Спасибо, до встречи, Вусова, помогай Господь. Продолжение следует...